Ковродель Ковровые изделия изданно широко применялись в быту тагестанца. Они не только удовлетворяли эстетические запросы населения, но и вносили некоторую долю комфорта в скромные жилища горцам. Развитию ковроделия способствовали и некоторые особенности экономики жителей страны гор. До 10 месяцев в году женщины были свободны от сельскохозяйственных работ и могли удивлять ковродкачеству много времени. В качестве домашних ремесел узорное ткачество и ковроделие существовали очень давно. Еще Геродот в 5 веке до н.э. отмечал высокий уровень развития ковроделия у населения западного побережья Каспийского моря. Арабские авторы 10-12 веков упоминали о том, что дербин славился природными красками из корня марены. Кроме марены, крашивающей пряжи в различные оттенки красного цвета, преобладающего в дагестанских коврах и поныне, на территории нашей республики применялись и другие растительные красители. А в недрах гор добывались вещества, закрепляющие окраску. Так что дагестанские ковровые изделия были не только удобны в быту, но и очень красочны. Развитию ковродкачества в Дагестане способствовало несколько факторов. Во-первых, природно-климатические условия делали их необходимыми в быту. Во-вторых, одной из главных отраслей горской экономики было овцеводство, основным и самым ценным продуктом которого была шерсть, которая ишла на производство ковров. Для изготовления ковра дагестанские ковровщицы, начиная с процесса подготовки пряжи, все делали сами. Перед окраской шерсть протравливали, используя кислое молоко или сок неспилого винограда. Это способствовало получению более ровного цвета и прочности окраски. Что касается непосредственно окраски, то дагестанские мастерицы использовали только натуральные растительные красители. Причем импортным был только индиго, окрашивающий пряжу в синий цвет. Из корня марены получали всевозможные оттенки красного цвета. Желтый добывали из кожуры лука и коры барбариса. Очень много оттенков, от желтого до коричневого, получали из кожи зеленого грецкого ореха. Использовались и другие растительные красители, такие как шалфей, зверобой и душица. Ковроткачеством в Дагестане занимались везде. У аварцев, лакцев и даргинцев в основном были распространены безворсовые ковры, отличающиеся не столько технологическими приемами, сколько орнаментальными. Первая группа – это простые полосатые паласы, которые производились практически у всех народов и отличались лишь цветовой гаммой. Следующий вид паласов – это паласы, которые производились в селении Карада и в селении Балхар. Там уже полосы разбивались орнаментированными, S-образным, изящным таким знаком. Следующий вид дагестанских паласов – это паласы, производимые у лакцев и в Южном Дагестане, которые называют килимами. Эти паласы отличались своим рисунком тем, что украшались они или большими ромбическими медальонами, или украшались горизонтальными полосами с усеченными ромбами. Это были яркие цветные паласы. Они отличались и тем, что если все другие паласы в Дагестане делались, выполнялись техникой полотняного переплетения, то паласы, называемые у нас килимами, делались таким образом, что по вертикали в этом ковре получались зазоры. И весь ковер был пронизан вот такими небольшими зазорами по вертикальной оси. У аварцев и кумыков традиционно большое признание получили паласы, называемые довагинами или думами. Это паласы больших размеров, достигающие 5-7 метров. Орнамент этих паласов представлял собой двойной-тройной ряд или расположение в шахматном порядке медальонов, обычно красного, розовато-красного цвета. Медальоны тоже были самыми разнообразными и носили названия или птичьи перья, или многошеи домик. Изображалось часто древо жизни, изображался такой элемент, который называется дракон. Самый древний ковер, это ковер конец 18-го, начало 19-го века. У нас он находится в том зале, это в четвертом зале. Это мехрак. Это хороший ковер в высокой плотности, 41, почти на 41. Хороший в том плане, этот ковер двойной, хотя двойной выдерживает такую высокую плотность. И по орнаменту тоже этот ковер имеет очень большую популярность на мировом рынке. Вот этот ковер. Но полностью восстановить этот ковер мы не смогли, так как это слишком старый и слабый, и стирать не стоит этот ковер. Мы прекратили дальнейшее разрушение, закрепили и оставили этот ковер. Как уже говорилось, ковроткачеством занимались по всему Дагестану. Но наибольшее распространение и известность оно получило в южных районах. Особенно славились табасранские, дербенские и ахтынские ворсовые ковры и сумахи. Причем ворсовые ковры были известны далеко за пределами страны гор. С конца 16 века ковры, скупаемые русскими купцами в южных районах Дагестана, поступали на российские и международные рынки, где пользовались неплохим спросом. На внешний рынок ковры поступали под общим названием Дагестан и дербент, хотя среди южно-дагестанских ворсовых ковров насчитывается по крайней мере 8 типов. Ахтын, микрах, дербент, рушульта, басаран, хивка, сумкент и рутул, которые отличались по рисунку, цветовой гамме, а также по плотности. Устойчивый спрос на дагестанские ковры придавал дополнительный стимул развитию ковроделия. С 19 века дагестанские мастерицы начинают работать и на заказ, изготавливая ковры с нетрадиционным узором. Так по заказу генерала Ермолова были исполнены ковры по фламандским образцам. В 1902 году в Тифлисе состоялся первый съезд деятелей кустарной промышленности Кавказа, выработавший программу развития ковроделия. В соответствии с этой программой в 1908 году в Касунгкенте и в 1909 в Ахтах были открыты ковровые мастерские. После Октябрьской революции в сложившейся историей центра ковродкачества были созданы ковровые фабрики и объединения. Одним из крупнейших было Табасаранское ковровое объединение, в котором работало 4,5 тысячи мастериц. День сколько часов просируете за сумку? Ну, где-то 4-5 часов. 3-5 часов каждый день, да? Каждый день. И вот сколько уходит на один ковер, сколько времени уходит? Если я одна, где-то 4 месяца. Если двое, 2 месяца. 2 на 3, да? 2 на 3, ага. Даже длиннее еще. 2 на 3,5, наверное. Чаще всего какое встречается, потребляетесь? Ну, белое, много нельзя делать. А почему нельзя много делать? Мне покупают, говорят, белое, когда много. Пачкает, пачкает. Да, пачкает, думаю. Пачкает, думаю, да. Среди, белое, так все. Я смотрю, вот у вас в основном красный, синий больше подразделяется, да? Да, красный, да. Красный, синий много. Скажешь, что, наверное, какое-то свое название есть, да? Есть название, есть. Есть название, талиб есть. Тербен, есть название. А вот со скольки лет вы начали учиться, я могу сказать? Ну, где-то 10 лет, 13 лет. 10 лет, да? Ну, в основном, вот с этого возраста начинают учиться, да? Да, да, начинают. Даже еще раньше начинают. 70-е, 80-е годы 20-го столетия, пожалуй, золотое время дагестанского ковраделия. Тогда, по всей республике, за станками сидело порядка 35 тысяч ковровщиц. Они создавали ковры. Это не ткачихи. Они мастера этих ковров. Без технического рисунка, без ничего. Ну, теперь говорят, что эти ковры так не идут. Появились и белгийские, и французские, и турецкие, и так далее ковры. Ну, конечно, не пойдут, потому что тогда были другие красители, другие рисунки, другие ковры. Эти ковры, им цены не было бы. В доперестроечные времена большое количество дагестанских ковров уходило на экспорт. Да и на всесоюзном рынке они ценились. Так что ковровые предприятия работали в полную силу. Но с началом перестройки начался развал коврового производства. И сегодня ковровые фабрики и объединения практически не работают. Разработанная программа развития коврового производства в Басаранском районе. Но главный упор мы делаем на сохранение, значит, этой традиционной промысли. Потому что я уже вижу в этом деле проблему. Ту тему поднимали и на заседаниях Государственного совета, и на совещаниях правительства. Но заложены небольшие финансовые средства есть в бюджете республики на этот год. Где-то 3 миллиона 800 тысяч рублей на развитие коврового производства были заложены. И вот мы ждем распределения этих денег. Думаем, что какая-то часть этих денег пойдет и на предприятия Басаранского района. Но тем самым мы обеспечим работу более 5 тысяч ковровщиц. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...